Девушки отдыхают Миссия выполнена Хватит улыбаться и махать, парни Это пять Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения Результат очевиден Невероятное шоу визуальной производительности Умные и это видно Все нормально вообще? Проблемы были у FX, перематывали ногу Лурду Тоже он не мог там встать, штаны одеть Ну ладно, надеюсь, что все это будет уже вне игры Хотел спросить по поводу того, наверное, твоего мнения Что ты думаешь по поводу всей этой шумихи вокруг игры Moscow 5 Virtus.pro? Ну не знаю, это противостояние лучшей команд России, грубо говоря Вот с большой историей Шумиха какая, я не знаю Ну мы никакой шумиху не делаем Просто играем с ними и все Но для тебя эта игра принципиальна? Конечно принципиальная игра Много людей, с которыми я играл до этого И каждый матч против них принципиален Да и вообще любой матч для меня принципиален в принципе Ну у вас были проблемы по ходу группового этапа Были проблемы и на последнем чемпионате в Москве Ну вот сейчас, я смотрю, вы набираете форму Вчера показали достойную, очень достойную игру И вы приехали заранее, тренировались Я смотрю, вот вы ставите свою игру по ходу чемпионата То есть как ты думаешь, что оптимальная форма, она далеко до нее еще? Не знаю, говорить об оптимальной форме тяжело И для людей разные бывают оптимальные формы Но приятно, что после таких неудачных выступлений На лане в интернете мы сумели хоть как-то выкарплиться И показать нормальную игру Надеюсь, мы будем дальше радовать наших соперников По поводу... Валетщиков По поводу карт хотел спросить Какой у нас будет выбор? Ну мы выбрали Inferno, с ним мы начнем М5 пикнули, трейн А последняя карта, если понадобится, будет даст Очень интересный подбор карт Ну пару слов о своих соперников С пяти людях, с которыми ты тоже играл даже Ну да, ну очень сильный соперник На подъеме сейчас находится Вчера, видно, там не настроились как-то на некоторые матчи Я думаю, они сделали огромные там выводы И сегодня будет совершенно другой матч Я думаю, будет очень сложно Но победить сильнейший Хорошо, хотел у тебя спросить по поводу команды СК Но думаю, что с этим мы можем пообщаться Спасибо большое, не буду тебя задерживать Настраивайся, Мить Ну и ко мне идет кто-то из Moscow Five Может быть, Хек ко мне придет? Саня Наконец-то Я дождался тот момент Подождите секунду, я сделаю на всякий случай громче Наш микрофон Ну так будет получше Привет, Саня Привет Как ты вообще? Как делишки? Да нормально Ну вы все-таки живы Играть будете? Таймаутов больше в правила не добавлять? Как думаешь? Не, мы приняли по таблетке Все нормально уже Хорошо Что случилось вчера? Что вчера не получалось? Ты говорил с Максом Какая-то мистика Непонятно Что-то игра не пошла Какие-то вот Очень неприятные истории С деньгами Тоже происходили Команды Командной зарплатой Ну не знаю У нас просто Так получается Что начало чемпионата Не очень удачное всегда Просто не собираемся В начале, наверное Не знаю Плохо все играют Просто Ближе уже к концу чемпионата У нас более-менее игра пошла Я понял Но Как вы подходите К сегодняшним матчам? Вы что вчера делали? Ну скажи хоть половину То есть обсуждали тактики Либо просто Разговаривали между собой Пытались Координировать как-то свою игру И поставить ее уже На другой уровень Вашу игру Во-первых Мы вчера карты Немного не те выбрали Мы думали Что у нас Там Тускан Довольно сильная карта Оказалось Что в принципе Это не так Наверное Сейчас выбрали Немного другие карты Я думаю Гораздо лучше быть Ну команда настроена Вы готовы В принципе Ну да Держись Удачи Ребят Ну а Мне нужно найти Для начала слэма Потому что Иди сюда Дружи Ну иди сюда Ну скажи Свою пару Российских слов Ты же Специалист Российского Контерстрайка Такое дерби Не? Воздержишься? Хорошо Друзья Совсем скоро Начинаем матч Мы уже занимаем Свои места На комментаторской И начинаем игру Virtus.pro Против Moscow 5 Все ее очень долго ждали Так, я пока что Подобавляю Подобавляю теги Точнее Поубираю их Личный Клантех Фокса Ну что, давайте смотреть Давайте смотреть за игрой Мы уже на сервере Со слэмом У него такие модные очки Что я вообще не знаю Как себя чувствовать Теперь Да, да Вот теперь Так, вы лучше, да? Да, самый жесткий Комментатор на районе Давай Я ничего не вижу А так нормально Подумаем о картах Инферно Инферно А дальше что там? Трейн до 2? Да, потом будет трейн Потом будет с 2 Трейн это походу Карта М5 Да? Вроде Вроде бы Вроде бы Да? Да Да, это их карта Мне тут Халли подсказал Так Четка потише Да ничего не пишут Вообще Я жду этого матча Жду зарубы Я вообще Не знаю Со вчерашнего вечера Уже жду этой игры Все-таки Действительно Тут битва лучших команд России Да и не только лучших команд России Комменты называют Топовыми командами Одними из лучших команд Европы Ну, конечно же Москва 5 Они закрепились уже Знаешь, да У них за ним Уже такое водится Они правда еще не пробились Но их уже боятся Ну да, они пробились Нормально они уже все пробились Все-все хорошо Они просто боятся И они могут быть непредсказуемыми Да, да ВП только набирают ход Вот только вот здесь Вот в Киеве пошла игра Три дня Четыре дня тренировок Потом вот первый день чемпионата Все хорошо И парни настроились Парни начали кричать Начали подбадривать друг друга Перестали лишний раз машнить Знаешь, я вот замечаю Все эти мелочи И появляется там диалог Во время игры И действительно Ну, после вчерашнего Они в равных условиях Это хорошо Ну, не знаю насчет Да Действительно, условия равные Я понял Так Такие условия вообще Да На самом-то деле Вот вы слышали Да Все-таки, конечно Не стоит Наверное, много об этом говорить Но все-таки Факт остается фактом Это влияет на игру Вот обе команды Вот вчера какую-то Тут где-то пиццу поели Что-то случилось Все траванулись Абсолютно все И это, поверьте Ну, не знаю Вот, может быть Сейчас уже, конечно Все полегче Но может Это отобразится на игре Надеюсь, что этого не будет Что ребята все будут Сжечь Сжигать Показывать супер игру Надо посмотреть Эдик Это целый ник Что там написано Да можно вот так Посмотреть Эдик И это ПГГ Ну, посмотрим, посмотрим, за кого они будут болеть. Им, в принципе, все равно, они приехали за первым местом, но, может быть, так случится, что им будет тяжело. Ну, по крайней мере, они сейчас хорошо посмотрят обе команды. Все может быть. Да, они будут смотреть, болеть. И Virtus.pro вчера вроде как, по прогнозам, из группы-то не выходили. А тут раз из первого места. Да, довольно неожиданный результат на турнире, конечно. Это добавляет интриги, но, в принципе, сейчас мы узнаем ближайшие 2-3 часа. Кто его знает, может быть, и больше, может быть, да и поменьше, но вряд ли. Я думаю, что здесь будет жестокая, жестокая битва. Ну, не первый раз обе команды сидят на этой сцене. Очень много раз они здесь находились, тренировались, играли чемпионаты, финалы. Выигрывали здесь Moscow Five пару турниров. Поэтому, по-любому, кстати, команды к компьютерам уже привыкли за второй день чемпионата. И тут будет красивая, смачная игра, однозначно. И плюс очень принципиальная. Для обеих коллективов. Для менеджеров, может быть. Для одного-то точно. Да для всех, ну как это? Заряжай, скип, говорят. Давай, поехали. Ну что, готовы вроде коллективы оба. Так, ну что. Начинаются у нас рестарты. И первая карта De Inferno. Вот я на ней 50 на 50 ставлю, просто 50 на 50. Сейчас посмотрим. Честно, вот я могу сказать, что вот я ничего не знаю, что будет здесь происходить. Здесь может как в хлам от одной команды пройти, так и борьба. Да. Поэтому... Тут может быть еще 2-0, всю пользу непонятно. То есть все зависит. Вообще тут от ВП, кстати, многое зависит. За них сейчас много. За ними много болельщиков сейчас просмотрят этого коллектива. Что тут есть первая пистолетка. Да, от всех все зависит сейчас. Смотрим за действиями команд. Видите, вы это на карте, что здесь задумали и Virtus.pro и Moscow 5. Ну а мы смотрим. За остальным приколом. Есть контакт. Минус куча от Эдика. Майс разменял. Фокс с такой позиции интересной. Просто раздает за неполезный. Боша Фоксу! Финус ножа! Режет Эвила. Виск пошел по всей сцене. 2-3. Попытка выйти на размя. Но и здесь Доси с Романом заблевает. Завершает, в принципе, начать это дело у тиммейтами. И это 1-0. Да, 1-0 в пользу Moscow 5. Они берут первый матч в этом полуфинале. Первый раунд в этом полуфинале. И, в принципе, я просто жду. Я жду мяса, жести, демок, мувиков. Ну, будем надеяться, что это еще случится. Криков, тайм-аутов, овертаймов. Пока первый раунд был очень такой, знаешь, неординарный, как бы. Все было достаточно жестко от М5. Ну и тут пока... Мирс от Хека. Действие команд вот так вот разворачивается, что... Попытка 20 выбраться от атаки. Хибакин остался. Против троих. Ух ты, минусы. Здесь девайса с подобранным минус Хек. Один в два. Опасная ситуация у него. Один в один. Ром берет раунд. На самом деле, все равно правильно действовал Хек. Он пришел не давать ставить бомбу. Да, его убили, но тем это должны были как-то поспокойнее завершить эту ситуацию. Но не получилось. Саша, все равно, мне кажется, правильно действовал. Он шел в план, чтобы не дать поставить и не дать заработать... Денег. Да, лишние 4 тысячи на всю команду Virtus.pro. Как бы, да, отдался, но... Ну, теперь предстоит простая логика действия от атаки, естественно. И... И давайте смотреть, да. И давайте, да, просто смотреть за этим всем. За этим всем. За этим всем просто. Что здесь происходит? А происходит вот такая штука. У Фокса в руках волшебная палочка, и он с нее уже казнил куча. Смотрим дальше. Ух, жмет Рома, дал два минуса. Писался за СФ. За СФ. Это название пиццерии, что ли? Смирис от Фокса. Слушай, мы троллиным занимаемся. Да, все, успокоились. Парням и так тяжело. Чемпионат, полуфинал, от него никуда не денешься. Смотри, Гарри, 3-0. Вот сейчас будет интересный момент, очень интересный. Да, тут вся игра интересная. Я жду действия от ВП, я думаю, сейчас на девайсах, конечно, будет все гораздо веселее. Обычные вещи, пистолетные, два эка. Вот это вот, конечно. Да, эта штука. Ну, сами все видите на экранах. Смотрим за продолжением. Ну что, будут сейчас угощать Вердус Прой или нет? Я думаю, здесь будет больше такой аккуратной игры, спокойной, потому что ребята будут играть аккуратно. Очень принципиальная и важная игра. Никто не хочет отдавать раунды на ровном месте, рисковать. Здесь, мне кажется, будет очень интересно, очень долго, очень захватывающе. Концы до концов. Так, ну тут что-то уже начинает получать. Сейчас ВП открывает, они счет в раунде стоят. Там хочу хакер, Энг, Бей, 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 Бей. Бей, 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 Бей. 4-3 ситуация для Вердус Прой, хакер, разменивает. Как Дося тут работает. Дося прием в пленде. Фокус по коврам, ну и в принципе они остались 2-1. Эвил может, если захочет. Он против двоих опасная ситуация. Дося, конечно, очень важную роль сыграл эти 2 минуса. Мне вообще поражает его реакция. О, Эвил, какой хэдшоп! Минус 2 какие раздает пескоп. И крики просто в зале. Я же говорю, может он просто такое делать. Он же делал такое. Сламанга. Очень жесткие раздачи от Эвила. Конечно, не до конца отработали Москову 5 раунды. Он очень, кстати, хорошо позицию занял, что стал за этим ящиком. Не стал бегать по пескам. Удачно открылся на малое. Да, удачно попал. Ну, как-то непонятно. Все равно, такие раунды должны браться командой. Все равно это ошибки. Все равно 2 в 1. Все. Ну, переться может каждый. Это его право. Надо было его контролить. Не ломиться на него как-то. В этом и прелесть, что стандарта здесь нет. Да, за это мы любим Counter-Strike вообще. Наша любимая игра. 3-1. И опять. Гробовая тишина. Громовая? Гробовая. Ага. Так, ну что ж. Ну, как видим, вот зрители сейчас могут наблюдать на М5. Как твоя любимая карта вообще, Слэм? Что? Твоя любимая карта. Есть твоя любимая карта в Counter-Strike? Да, конечно, есть. Да-да, с 2. Да нет, не да-да, с 2. Трейн я люблю очень сильно. Я думаю, эстейт. Мне нравится. Эстейт. Ну да. Орлим. Орлим, как она называется, правильно. Так, ну что, фраг от Майса. Наконец-то тут пошло дело, как бы, пошел контакт какой-то. Ну, вот как видим, ВП уже два зашли спокойненько. У них там ставится пакетик. И... Кстати, смотри, не дали сейчас бонусов собрать. М5. Ну, какие здесь бонусы? Здесь очень четко сыграли ВП, аккуратно все проверили. А вот в Москву 5... Ну, не угадали направление, наверное, атаки, я бы так сказал. Ну, как-то... Возможно, особо не настраивались на ДТЭКа и как-то пытались его просто отыграть. Минус от... Кибакена. Кибакен. Кибакен. Он дает. Ну, можно Кибакен. В принципе, я не знаю, как правильно, если честно. 3-2. 3-2. Прошел Лайка, Москов 5. ВП догоняются. По очкам. Да, догоняются. Слушай, я думаю, они сейчас будут просто потом у тебя не проводить по раундам. Вот такой вариант вполне возможен. Типа 8-7-7-8, да, вот такая вот возня. Пойдут просто качели. Там один раунд нам, один вам, один раунд нам, один вам. Ну, вначале-то все равно кто-то должен выйти вперед. Я думаю, так и будет. Не, ну, понятное дело. Сейчас очень интересно, какие стратегии будут выбирать команды на этот матч. Заливает интересный момент, но вот в размен играет. Пока на Фокса. Ну, вот он, знаешь, что-то вот, можно было подумать, да, вот Фокс, я видел, что Фокс думал, знаешь, мне казалось, что стрелять не стрелять, стрелять не стрелять. Потом решил, думаю, подумал, что лучше дать один минус. Ну, он разменялся, дал информацию. А вот тут у Рома... Неосторожная игра от Романа. Хороший контроль от Эвила просто. Вот смотри реализация этой подсадочки на ящике. Во всем другом ключе. Ох, тут что творит просто. Ой-ой-ой. Нет, не ушел. Эвил снова включился. Досе остается один. В два. В два, да. Ну, Досе такой, знаешь, он тоже может. Вот этот могучий такой. Ну, тут время просто сейчас ему... Смерть машина. Ему еще пока что время может позволять здесь подумать. Досе очень грамотно играет. А главное, точка. Не довелся. Кибакин. Кибакин делает минус. Сколько? 36 Эвила осталось. Ну, увидел. Походу, увидел край текстурки, да? Вот уголок, какой-то локоть. Увидел Досе, но не повезло. Вот с прострелом немножко. Что-то там в Virtus.pro так. Звуки издали. Интересные. 3-3. 3-3. М5 здесь не сдержали точку. Ну, это вот такая динамика была в том раунде от Virtus.pro. Прямо непредсказуемая. На самом деле, красиво получилось, что так прошли дугу. После размены еще там на низ остались. Разыграли плен. Там, конечно, нужно было, наверное, чекать роме. Ну, вот знаешь, вот я смотрю за игрой ВП, они вот стараются играть вместе. Вот много продвижений, но вместе. Вот, чтобы всегда был размен. Это очень важно, играть по размену. Волная ситуация после разменов не проигрывать. У них были с этим проблемы. Еще когда в интернете были матчи. Не-не-не, сейчас видно, что очень собранная игра. Сейчас-то, конечно, сейчас, да, сейчас видно, что подготовились. Тем более, они были здесь в Киеве, готовились. Обе команды, кстати, собраны, крайне собраны. И смотрим. Видим, первый фраг от хакера. Открыл. Счет в раунде. Распечатал он. Скоро файф. Еще минус от Киевела. Но только аккуратно действует. Проработано. Так, там поймали где-то хека. Это сделал хакер. Минус от Доси. Поймали Митю Куча. Попытка еще взять один бонус. Но нет, Майс не дает взять бонус. Я думал, Рома должен был сделать минус. Но что-то, когда оно не так полетело. Какие-то кривые пули. В том Успе были. Ну, четко на голову навелся. Четко стрелял. Но что-то, видимо, не додавил. Еще один хэдшот поставил. Да, Майс. Но этого мало. 4-3. Ну что, Игрутос, пробуешь ли вперед. Догнали, обогнали, перегнали. Теперь вот шаг за Москову Файф. Не, ну в принципе, тут чисто нужно смотреть раунды. Смотреть игру. И как бы даже на счет попозже будем уже обращать внимание, наверное. Потому что я уверен, есть что предложить своим соперникам Москову Файф. Есть у них раунды, есть у них тактики. Умеют они, знаешь, поднакалять своих оппонентов на карте Инферно. Поэтому нравится. Нравится мне такая парочка в полуфинале. Тут забывать не стоит, что это все-таки российский коллектив против российского. Тут может быть... Да, тут могут быть и всякие антиприкулы, и знают друг друга. Минус от Хуча, посмотри. Минус от Хуча есть. Ну что, 4-4 сейчас они будут играть. Хек разменивает, в принципе, эту ситуацию. Ну это в метро все происходило. Хуч в метро дал минус. Хек вот обогнал. Ну вот Москову Файф тогда контактно в начале раунда играли. Достаточно. Это, кстати, бывает рискованно. Очень часто. Ну не то, что контактно. Мы решили не поджать у своих оппонентов. Мы видели именно 4-3. Ра-ка, от Хек, от Хек, от Хек разменят Майс. И Трифт-3. Да, это ни о чем не говорит. Минута времени есть у Virtus.pro. Да, у них есть уже преимущество. Могут оба коллектива сейчас поработать на славу. Преимущество состоит в их стороне. Да. Именно у ВП. Мы продолжаем смотреть за игру. Есть куча времени. Еще можно три раза сбегать на один-второй третий план. Звено очень сильное осталось у Virtus.pro. То есть сбалансированная Хакер Эйвил. Вместе они могут набутворять, конечно, дело. Ну вот Эйвил-то уже увидел, что может Эйвил. Да, он тащил сегодня жестко. Минус от Эйвил, минус от Фокса. Мы сейчас брели. Два в два. Эдик плюс Фокс вдвоем. Ой, какой опасный момент. Да, смотри, тут война какая происходит. На точке бомба стоит. Минус от Фокса. Он по-прежнему вдвоюет. Круто, Фокс прострелил ящиков. Ой, ой. Тут даже Эйвил не поучаствовал. Знаешь, Фокс сам воевал из Песков. Его как-то игнорировали с ним перестреливаться. Поставили бомбу. Ну и в итоге с Фоксом там пришлось перестрелять. 4-4. Видимо, они ждали агрессии от второго игрока. Поэтому так и встали с пункта. В принципе, они могли его там спокойно убить с двадцатки еще. Да, да. Ну знаешь, с другой стороны, можно было сказать, что Фокс рисковал. Там бегал, перестреливался. Если мог сейчас получить по шапке и все, оставит. При том, что один раз он открылся, просто прямо сладенько так открылся. И там прямо голова должна была быть такая. Там, агрессивная игра, она всегда интересна. Ее не всегда ждут. Сейчас, наверное, зрители в интернете, вот, болячки обоих коллективов, просто выбивают кроволосы каждый рамп. По рюмочке. Итак, ну что, посмотрим, что тут есть у ВП. Что есть у М5. Ну, зрители сейчас уже, в принципе, видели. Небольшой разменчик прошел. Причем такая достаточно интересная игра. О, хакер. О, хакер просто молодец прямо сейчас. Очень, очень важный фраг сделал. Ситуации. Прием просто сливки в ручьбре века. И это четыре в одного. Чуть-чуть вот, знаешь, под секунду лишнюю пересидели в доме сейчас парни из Москва 5. И за это вот были наказаны их учем. Он дал минус два и оставили фокса. Один в три. И хакер в спину делает минус. Три или двадцать. Пять четыре. Пять четыре. Ну, надеюсь, вот, зрителям в интернете хорошо видно. Да. Просто... Там за спинами Вердус Про уже собралось много народу там. Да, еще два и команда будет целая. Команда менеджеров за спиной ВП. И, как всегда, за М4. Игра продолжается сейчас. Да, за спинами Вердус Про как всегда стоит Нирвана. Очень контактный раунд взяли ВП. Вот, им пять ошиблись с Томом, с Дюлькой и... Как-то пули не хватило. Хучь воспользовался ситуацией, в принципе. Ну, что, пока преимущество ВП. Но, все равно, я считаю, инферна карта. Вот это что такое было? Вот это плохо, конечно, было. Брат тимкил. Брата бил брата просто. Не первый раз. И вот это минус деньги. Это всегда неприятно. Вот это очень неприятная ситуация. Ну, давайте смотреть. С тем, что может быть дальше. Но тут уже понятно, что четыре в два бомба стоит. Рома дал минус. Ну, тут пытаются нагреть просто сейчас. Им пять собрать какой-то там... Ну, смотри, два-три. Подожди, все интересно. Все интересно. Время есть. Весь минус. Дос, Андреев, как припечатал. И вот два в два. Хватит, Рокебакин. Вдвоем остаются. Атака. Ну, и бомбы бежит, разбегаются, разбегаются. С террористов. Ну, мне понравился все-таки, как Москова 5, все-таки, за счет деглов они смогли... Ну, они бонусы собрали, а то есть там у них... Дело тут не в бонусах, они... Не, конечно, дело в бонусах. Да. Все дело в бонусах, все дело в экономике, и... Конечно, это самый главный счет. 6-4. В пользу Virtus.pro 5 раундов остается в первой половине, и... Ах, не могу я ничего говорить, жаль. Могу показать, что вот... Ну, мы оба здесь сидим с тобой в одинаковых условиях. Ну, мы можем еще поговорить о космосе, когда будут экономические раунды. Не знаю, на ножах вот, когда есть раунд, можно тоже еще что-нибудь придумать. Так, ну что ж. Посмотрим, как теперь себя поведут Москоу 5. Два равна преимущества они отдали. Virtus.pro в принципе сейчас могут очень хорошо закрепиться. Еще этим. Хотя, знаешь, я сказал только, что, знаешь, я читаю Инферно карта атаки, но как играют ИСКА в защите здесь, это вообще... Это просто улет. Пока что, пока что на данный момент их... Всем командам их тяжело ломать. На Инферно. Но я думаю, это время придет уже в ближайшем чемпионате. А может быть, даже еще и на этом. Но любой топ-1 он временен. Удержаться сложно. Всегда придется проиграть рано или поздно. А что, киберспорт пока еще такой киберспорт. Да. Так, ну что, здесь у нас 44 секунды до конца раунда есть. И наблюдаем. Вот начинает происходить интересное действие. Хуча минуса от Фокса. Размен. Размен сыграли. Попытка реализации. Дося. Состриг хакера. О, хучь Эвил. Дотворяют, конечно. Два в три. Эдик и Фокс. Против троих. Ох, на Эдика как заходит может. Не попадает по голове. Кибакин воспользовался ситуацией. Ну и тут уже три в одного. Вот ты видел, да, что Эдик решил сыграть с деглом. Видимо, он кому-то дроп давал, а кому Доси, наверное, давал. Доси там... Хотя, ну точно не знаю, но по идее он давал дроп Доси. Потому что Доси делал тимкил, в Доси не было денег. Пришлось играть 4 пушки раунд. И это тоже немаловажно вот все-таки. Ну, я думаю, что не стоило так рисковать сейчас. В общем, в начале раунда они хотели играть... Да нет, нормальный расклад. Четыре девайса, один дегл. В начале раунда они хотели агрессивно с дугой сыграть, но почему-то не стали этого делать. Вот там Доси прошел, но потом решил убежать. В чем-то заключалось, не ясно. Ну, пробует. 7-4. Три очка преимущества. У Virtus.pro. Лекс подбатривает постоянно марнии, да. Намекает. Все берем. Так, ну что. У нас показывается в перерывах зрителям игроки. Их показывают? Конечно. Это страшно. Все. Ооооу, как улетел Фокс сейчас, посмотри, там. Так, по планам. Вот там я слышал, две хаи прилетела там, и сразу хедшот получил. Всего глаз, конечно, это выглядело просто без шансов. Просто вышел, а Эвил тут как тут? Эвил, кстати, не москвич. Откуда Эвил? А я не знаю, не помню как, с каком городом, но он не москвич, это точно. Он Мерседес. Это вот на тему, сложно ли из провинции выбиться в большой кунтер-страйк. Ага, скажи это Досе, Фоксу, Лексу. Да. Эвилу. Не, ну Лекс, он игрок своего времени. Там, по-моему, даже обсуждать нечего. Ну что, здесь, походу, стоит бомба. Там она уже скоро взрываться будет вообще. Знаешь, собирается потихонечку бомба взрываться. 8-4, двойное преимущество ВП. В принципе, пока ничего мы не будем говорить, что да, да, выигрывают в счете, но... Давай посмотрим на статистику. С уверенностью там даже 10% нельзя сказать, что они выиграют карту. Посмотрим на статистику, что здесь у нас есть. Это не статистика, это фраги. Так, Скипакин 12 на 5, 11 на 7. Хакер Эвил 10 на 6, 10 на 8. Хуч, Майс 9 на 10. Вот один показ отрицательный идет. Ну, Москва у 5 там 10 на 9. Два игрока, Фокс, Эдик, Дося 7 на 8, 6 на 9. У Хека, Ромшки, 5 на 9. Ну и у ХЛТВ по нулям. Вот так. Какое же ХЛТВ круче. Апус, ХЛТВ. Так, хакер. Первый фраг от него. Есть, агрессивный. Вот Дубу очень контактно разыгрывают, но не справляется, Роман. Эдик в центре. Просто Бог знает что. Отпиливает. И 3 в 3. Вот очень интересно сейчас, как будут передвигаться команды, кто куда, что будет делать. Нужно за этим смотреть, наверное, по-любому с карты. Интересное решение. Вертусов, конечно, не знаю, встрепенул. Эдик-то там поднапряг очень сильно. В таких моментах атака может затормозить жестко. Но тут нужно в любом случае, там сейчас никакого экшена не происходит, переждать, перехалдить, перемудрить, обмануть попытаться. Самое главное не разбегаться и не пополучать там на карте хэдшотов. И не выходить с сервера, конечно же. Так, ну что здесь есть? Майс. Минус мает Эдика, причем где-то в РСП, по-моему, он его нашел. Доси с Хеком истуется вдвоем. Смотрим за противостоянием команд. Бомба установлена. Сейчас нужно... Нужно смотреть, конечно, такое... Такие вещи. Напряженная ситуация для Москвы в Хаев. Ну вот у ВП уже есть 8 раундов. Хек, как хорошо. Очень предусмотрительно разыгрывает свое ВП на Дуге. Ну и 2 в 2. Время-то идет. Время тикает, тикает. Кибакин ставит. Косик, тут шот. Хек. С Льбаса ВП мимо. И... Ну это уже все. ВП счастлива. ВП радуется. Хлопают сами себя. А в зале тишина в этот момент. Девятый раунд за командой Virtus.pro. Вот смотри, и Кибакин один живой остался. Зал ждет хорошую, красивую игру. Красивую. Красивых раздач. Она, по-моему, уже красивая. Ну здесь такая... Здесь много борьбы, конечно. Здесь много борьбы. Направленно играют сейчас в Virtus.pro. Очень часто у них получается B-плант. Размен, выход. После размена весь выход на B всегда получается. В принципе, очень грамотно действует сейчас. Вот сейчас отправная точка в счете. Сейчас Майс грамотно координирует команду. Вообще молодец. Они хорошо на контакте разыгрывают. Вот когда парни выходят в дугу, радуют. Радуют то, что выходили в дугу. Справились с Романом. Знаешь, ну я не знаю, чего ждать в второй половине. Что будет там? Смогут, думаю... Смогут ли ВП вот так же защищаться на карте Инферна? Ну все-таки, видимо, они не зря выбирали. У них получается и значит... Да, атака здесь у них хорошо стоит. Но они же сыграли там 16-10 с финнами вроде вчера. Причем они достаточно так жестко себя показывали. Такс. Вот уже был контакт по центру. Готов, гул. Тоже где-то на коврах был контакт, Дося. Состриг. Ну сейчас важный просто момент. Минус откип. Минус Дося. Четыре в четыре. То есть убрали. Пробивает Минус Дося. О-о-о-о. Открывается еще, видит там... Дает информацию про игрока защиты. Эй, не пытается оборваться из-защика. Заметили, заметили. Хакер моментально сообразил, что к чему и разменял. И Фокс Чеком остается вдвоем. И еще Дымку. Эх, все в Дымку. Дымовая завеса просто полная. Три в два. Ну и такие ситуации уже были. Вот не справляются по разменам М5. Не могут они сейчас численный перевес выбить уже. Который раунд подряд. Ну что, бомба стоит. У ВП все замечательно просто. Лежит. Бомба лежит. Ну, стоит бомба. Ну да, в принципе. Это как фраза про тактики. Про тактики от нами. Десятый раунд для Virtus.pro. 10-4. Последний раунд первой половины. Эх, серьезно. Ну что, спрятали здесь два девайса. М5. Ну смотри, есть шанс за 10 выйти. Есть шанс за 10 выйти. А если потом еще в пистолетке сыграть прям уверенно, очень уверенно. ВП. То они могут эту карту в принципе взять. Вообще, М5 последний Инферно, который запомнил это против НТВ. Последняя вообще игра... Да, по-моему... Ну, ладно. Вот тут еще была Инферно. Ну да, тут еще была Инферно, но... Если не брать чемпионат, то на лане вот они играли Инферно с НТВ. Знаешь, я могу сказать, что в Moscow Five у них с каждым чемпионатом появляются волевые качества. Это ребята, которые... Ну, знаешь, они вот уже очень часто цепляются и тащат. Вот они могут. Они могут хорошо тащить во второй половине. Им нужно просто успешное начало и все. И тогда вот только дай им пистолетный раунд в атаке, они не упустят своего шанса. Они... А если еще оружейный, если вообще 5-0 пойдут вперед, то... Очень тяжело будет Виртус Про. Доса снимает хакера. Ну, это 4-5. Ну, это где-то мид для вышел Доса. Смотри, преимущество все выбили первый раз за несколько раундов. Причем еще так нормально по времени выходит. Не попадает. Неудачная игра на центре. Фокс. Фокс размен. И 4-3 по-прежнему в большинстве Moscow Five. Нужно что-то сейчас решать Виртусам. Что? Ну, Виртуса будут думать, естественно. Ну, вот звено. Таким звеном они еще пока не ходили. Что, мужик, расскажи мне, что значит Виртус Про? Не знаю. Забываю всегда учесть. Всех спросить. Ну, что ж, в принципе, я... Ну, что ж, в принципе, я... Ну, что ж, в принципе, я... Все равно скажу, что нормальный счет. Сейчас посмотрим, как М5 себя будут показывать. Нормальный счет. Просто мы знаем и тех, и тех прекрасно. Все возможности. И вот не стоит. Не стоит, наверное, на Инферно еще хоронить Moscow Five. Они здесь смогут. Но ВП красавцы. Один из раундов в атаке. Очень грамотно играли. И вот ходили туда, куда, как оказалось, нужно было ходить. А именно на Б-плант больше раундов была разыграна. Так, ну что, Виртус Про? Встали, сели. М5 вроде как готовы. Или нет? Нет, не готовы. Что-то у Романа там с компьютером. У Ромашки что-то с компом. Так, ну что? Там новогейм писали. Так, Роман, что заходит на сервер? Да, но нет на сервере еще игрока. Стоп, зашел. Все, зашел. Роман зашел на сервер. Ну что, ждем рестартов. Начало второй половины. Вот сейчас будет весело. Возможно, будет очень весело и очень напряженно для обеих коллективов. Смогут ли М5 развернуть ход событий в свою пользу? Хотя при таком счете вот с первой пистолетки начинается вообще... Не-не, ну тут что, М5 нужны пистолеты. Без них будет трудно сделать какой-то камбэк. Трудно будет вернуться. Тихо, тихо. Я контролю. Не переживай. Ты контролишь? Да. Так, ну что здесь делают у нас, как видите, в компрайл? Ой, 28, первый минус. Интересная попытка разыграть. Но вот предусмотрительными оказались 7-5 в такой ситуации. Хотя все равно в размен. Что, 4 в 4? Вот тут очень прикольно вышел. Кипакен, минус 2. Кипакен, нажимает хэтшот, а размен 3 в 2 ситуация. Он так жестко вышел, закрыл голову под правой стеночкой и там, там хэтшот не залетает, а он как раз 2 поставил. Вообще идеально вышел сейчас, очень грамотно. Фокс. Фокс, трейф, минус, хакер. Вот, видишь, здесь. Ситуация-то накаляется просто. 2 в 2, 2 в 2. Так, нажми на... Так, сейчас пока, конечно, не надо на карту нажимать. Так, минус. Рома, какой хэтшот. И Рома, как вытащили, каким чудом вытащили в М5 этот раунд, 11-5. Вот не поддержали Кипакена на том же уровне сейчас. Ну что, напряг возвращается. Эх. Не знаю, не знаю, пока рано, пока сказать. Да куда рано, там, сейчас смотри, 11-5. Ну, счет, понимаешь, счет пока что хороший, комфортный в Рутус-Пром. Вот, через 3-4-5 раундов он, может быть, уже совсем, совершенно некомфортный. Ну да, минус 2-2. Открытие по счету. Ну, тут ВП, посмотри. Рома два раза получил сейчас. Ой, минус. Минус от братья. Просто братья сделали раунд. И все. Ну, это, конечно, было бы сейчас от ВП. Так, вот, единственное, что Найка ничего пока не придумали. Я думал, что там будет какая-то заготовка интересная, но не произошло такого. 11-6. 11-6. Не думаю, что вот с тремя фрагами от Кипакена. Будет какая-то закупочка. Хотя, сейчас увидим. Не должны при таком счете рисковать ВП. Ой, улетает Митя. Нормально, я так люльку подзарвали. Поджарили, поджарили его в доме. Не поджарили, а закинули дефолтно. Поджарили, говорили. А, поджарили. Мне послышалось поджарили. Не, не. Мерсаткека, Мерсатдосе. Вот еще одного поджарили. Нормально, посмотри, какая. М5 Гранат Тим. Да, им нужно давать... Тут если бы можно было 10 гранат, знаешь, брать. Это было бы жестко. Они бы нашли. Что с ними делать? Ну что, вот 11-7. Второй важный раунд для Moscow Five. Для того, чтобы вернуться им в игру. Нужно брать сейчас девайсы. Снова заставлять ВП играть Эко. Ну, для этого еще нужно будет все из них, все оружие выбить. Трудно будет, конечно, но... Это инферно. Оно позволяет играть в атаке нормально. Если соперники дают. Сейчас увидим. Итак. 7 на 19. Попытка наглой. Смотри, хакер дал минус. И вот зря второй раз пошел. Зря, зря он открылся второй раз. Сейчас попытался срубить. Хотя, может быть, не зря, знаешь, но Эдик ему так залепил, что шансов не было. Причем такой тупой какой-то гел-прицел. Ну, там хакер просто понял важную вещь, что там Эдик-то как бы не один. Возможно, они попытаются прорваться. Вообще без шансов развалуют. 4 в 1, и М5 просто продавили первые девайсы от ВП. Знают, где последний. Минус Дося и Кебакин 1 в 3. Ну, Кебакин я здесь видели, и его действия два варианта предполагают только. Беги, Лола, беги. Да. Минус Хек. Ой, вот Хек-то сейчас должен был здесь, конечно, убивать. Но не срослось у него. Нет, он тоже на ходу был. Чат на ХЛТВ работает. Беда. Я выключил сразу. Кто-то писал? Там кто-то что-то написал? Да. Тебе привет передали. Не могут убить, не могут убить. Никак посадим игрока ВП. Вот 8-11. 8-11. Уже три раунда между командами, и все. Флаймчик. Тут сейчас будет жарко. Действительно будет адская инферно. Как перевести название карты инферно? Ад? Пекло, наверное. Пекло? Может быть, пекло. Ну, что-то типа того. Ну, что-то горячее уж точно, не холодное. Знаешь, такая... Какая-то атмосфера для мити хучая. Смотри, контакт в коврах. Реализация девайса. До сегодня отпустили. Ну, вот он думал, что там будет с пистолетом стреляться. Но Кебакин вовремя вышел, подхватил. Смотрю. Стрельбой. И не зря. И не зря. Плюс один для Virtus.pro. Теперь им 5 будут более осторожными, я думаю. Тут нужно вот... Нужно вот... Да, вот нужно будет, конечно... Вот сейчас нельзя просто умирать. Вот сейчас еще один фраг от ВП. Нет, поймали. Кебакин на 20-ке открытый стрел. Но он там мог, на самом деле, в раскол застать одного-двух игроков, если бы играли невнимательно. Но все-таки это полуфинал. Команды на пределе сейчас должны сидеть. Грамотно только что притянулись. А вообще, ВП вот могли... Да. Могли сейчас заманить команду Moscow Five в ловушку. Тут попытка убить Хеха. Ну, Майс добил. Если Пэддик вовремя не прошел по коврам... Ну что, 9-11. Было бы жарко на Б, точно. 9-11, два раунда между командами. И начинается хоро. 5-0 в атаке ведут Moscow Five. 5-0. По-моему, он уже говорил про это, что 5-0. И все начнется. Ну да. Все вернется на круги своя. Да. Сейчас уже нужно верну сам собираться. Потому что они понимают, что не идет у них диффенс. Хотя это всего лишь был один пистолетный. Всего лишь один оружейный раунд. И три эко. Да. Так, ну что, нам бы взглянуть сейчас, да, на позиции. Завидит им показать. Первая позиция. Он тоже, по-моему, не смотрел. Эл, кстати, вторым вышел, разменял. Еще фрак от Эдика был в этот момент. Потому что... Что пытались агрессивно сыграть ЭП. Потому что где вот этот билетик, я не понял вообще. Где вот он дал фрак? Где? С дома на него ломанулся типы. В доме убили второго. Ага. Все. Понятно. Ну что же, сейчас. Мечность я буду делать ВП. А вот тут, тут скорее всего нужно смотреть, что делает ЭМ-5. Потому что они сейчас разыгрывают большинство. И вот, особенно в атаке, это очень... Но оптимальный вариант для ЭМ-5 это дождаться ошибок. Нет, оптимальный пойти поставить бомбу куда-нибудь. Ну, да. Ну, время, в принципе, их... Ну, начнет поджимать секунд через 10-15. Может, мы увидим что-то такое. Зрелищное. Ох, а как? Камай занимает позицию у Хэдик. Отличный выход просто. Вообще отличные. Слюльки. Вроде бы казалось сейчас, Майс, даст фрак. Но Эдис, потому что, знаешь, позиция-то такая еще и из нестандартных. То есть, не сразу посмотришь. Да нет, смотри, позиция нормальная была. Просто, я же говорю в том, что Эдис классно попал. Вот он с лестницы на ходу еще. Установился, конечно, микропаузу сделал, но... Ну, тут 4 в 1. Это 11-10. В пользу Virtus.Prom. Но они еще с собой пока преимущество будут сохранять. Ну, кстати, у нас, по идее, должны быть девайс. Сколько уже? Шесть раундов подряд, по идее. В смысле, считай, шесть раундов подряд? Шесть раундов подряд проигрывают ВП. По идее, сейчас должен быть второй бай подряд. У тебя за поражение там уже по три и сто, по три и сто наваливаются. Да, 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 это да. Все, я воткнул. Я просто завтыкал что-то. Подумал совсем о другом. О Ярославле? Да. Я родную Ярославлю. И пауза. Походу стоит на сервере. Что-то случилось. У Мити вроде. Гоу, пишет, гоу. Все, все. Где у вас антпауза, это все хорошо. Ну что, 11-10, 6-0 в атаке от Moscow 5. Фокс еще ни разу не умирал во второй половине. 11-0 его статистика. Очень жестко. Очень жестко сейчас атакует Moscow 5. Но расслабляться не на секунду не стоит. Только расслабятся, сразу получат удар от Virtus.pro. Сразу их могут накалить. Поэтому, конечно же, тут... Смотрим, просто смотрим сейчас. А что нужно делать вообще в ВП-чинс? Вот за счет чего им нужно брать раунды? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Я считаю, надо поагрессивнее просто действовать. Ну, вот они попробовали как-то агрессивно задействовать. Ну, нет, они пробовали... Ну, как-то не до конца. Ну, там, ковры вот там в предыдущем раунде. Вот это вообще... У них после размена бывает не срастается. Вот посмотри, как они в атаке играли. Да, они после размена спокойно если... Врывались вперед. Ну, в этом и преимущество атаки, понимаешь? А здесь они уже открывали вроде счет в раунде, но не смогли никак нормально его реализовать. Ну, может быть, им 5 подстраиваются удобно под ВП. Вообще целый вечер был, в принципе. Могли посмотреть демки, поизучать. А, возможно, 4-1 нужно играть. Возможно, им нужно сейчас АВП на карте уже. Но оно не появляется, потому что их экономически давят. Их экономически давят постоянно. Раунд за раундом уходит к Moscow 5. Тут трудно купить АВП в такой ситуации. АВП бы, конечно, помогло, вот, дуга, например, да, центр. А тут есть кому стрелять, и тут везде помогло оно. Можно было ставить на B, 4A плант играть, можно было ставить на 5, можно было ходить на ковры. Ну, оно понесло разнообразие сейчас АВП в защите, но его нет. Его нет, потому что нет денег минус от Хек. Тут пока, как видим, Хек. Смотри, минус от Хакера. 4 в 4. Такой довольно простенький фейк, да, запустили подым Хека, он залетел туда на бет, побегал по точке, еще и дал минус. Вчера раунд, ты должен помнить, когда М5 играли Инферно, я не помню с кем, там оставляли Хека одного на точке B, при том, что заходили на А, и Хек там тусовался просто весь раунд. Там уже бомба на АС, и Хек сидел в этой, значит, Хелпе, рядом с Хелпой руководят. Нет, загоняют Кибакина, последний он остался. Нет, ну он выживет, он выживет. Жестко атакуют Москов 5, сейчас от ВП ничего не могут сделать, действительно, по-моему, лучше с игротекой брать ВП. Единственная возможность. Ну, нужна тактическая разрядка, думаю, коллектив удаляет. Да, ну, АВП тоже, может быть, не вариант, знаешь, может и не повесить, может быть, и это будет ошибка, потому что потом их по экономике прижмут. А то тайм-аут был? Нет, там был не тайм-аут. Там что-то случилось, там альтабы были. Там альтабнуло просто экран. Там альтабнуло экраны, что-то делали, что-то фиксили. Вот. А это тайм-аут, да? Да, тайм-аут, вон они все встали, ты не видишь, что ли, Таффа, господи. Давай я тебя подниму там. Нет, ну они должны писать, что это тайм-аут. У тебя хатси текст, но... Да, я не вижу, я вижу все плазмы, там такого не написано было, все. Неважно, тайм-аут Virtus Pro при счете 11.11 и при счете второй половины 7.0 в пользу Moscow 5, вот так вот. Но тем временем Zero Gravity болтает с тазом. Ну что, по-прежнему... Сколько по времени тайм-аут должен идти? По-прежнему Фокс не умирает. А подожди, подожди, это уже 12.11, да, по-моему? Да, 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 это 12.11, пользуясь М5, то есть они сейчас все выбивают одно очко впереди на один раунд и будут... Эх, тяжко, конечно, сейчас ребятам из ВП. Ну так и не подряд раундов отдали. Просто Фокс, именно Дункан Маклауд. Ну М5 вообще очень молодцы. Дункан Макфокс. Дункан Макфокс. Дункан Фокс Макс. Фокс Макс. Это уже Макдональдс какой-то пошел. Да. Дункан Маклауд Фэмили у них тут. Доси, это сколько раз умер? Пять. Честно, пять у него. Так, ну и статистика. Можете посмотреть пока на статистику на ваших экранах, дорогие зрители, которые смотрят нас в интернете. Таффа любуется чем-то таким, чем ты любуешься? Я ни чем не любуюсь. А куда ты смотришь? На проектор. Он вон. Я тут все видел. Ты на изображение смотришь с проектора? Ну что, Рэдди пишет Майс. Пишет Майс Рэдди, отжимается пауза, пошла игра дальше. Нет, все-таки это 11-11. Да, это 11-11, просто уже раунд закончился. И тут уже нужно что-то делать в ВП. Ну завтыкали мы, завтыкали, бывает. Ладно. Ну, значит, сейчас борьба будет. Будет борьба за... До этого же девайсы были, да? Да, до этого были девайсы у ВП. Кебакин сейвил. Да, да, все, я понял. Кебакин сейвил на кухне. Ну что, посмотрим, что сейчас нам предложат М5, что делают в ВП-СПРО. Вообще, сейчас может быть напряженных моментов достаточно много. Дося, минус от Эвила. Ну там повезло с первым фрагом Доси, флешка ему за спину залетела. И так получилось ему дать этот минус. Минус от Эддика, он поймал. Майс, сейвил. Слетели. Ну, видимо, хотели зайти, собрал. Попытка на Б разыграть агрессивно от куча, но его сразу успокоил Роман Макаров. Ну, то, что агрессивно, ему дают инфу, что там дома, он уже начал двигаться. И перед ним оказалось три соперника, третяжка от М5. Бомба установлена, четверо против одного. И видели, видят Кебакин. Ну, знают, где он был. Ну, Кебакин сейчас будет стричь купоны, как в том раунде. Одного убил, здесь еще постреляется. Вот сейчас был момент интересный, кстати. Ну, Роман побежал, порвался, конечно. Ну, едем в два. Эй, Хекс. Хекс зашел в центр. Этого Кебакин не ожидал. Заигрался, заигрался Кебакин. Хекс уже вышел с мидл, дал минус. Москова 5 выходит вперед. 12-11. Они берут уже 8 раундов подряд. И, по-моему, не собираются останавливаться на этом. Ну, вот теперь мы сейчас узнаем, что хотели вообще сделать, что обсуждали в тайм-ауте. ВП. Сейчас посмотрим. Давай, да, вот так вот все готово будем смотреть, что будет происходить. За тишей кто-то стреляет. Кто это, кто стрелял? Да, что, атака там проверяет, возможно, там, возможно, где-то что-то прошивают. Какие-то ныжки. Мы слышим калаши просто. Да, мы слышим стрельбу калашей. Она так приятна. Кипакин сейчас увидел дугу, спавел, попростреливался с оппонентами. Ну, пока трудно сказать. Да, тут затишье опять какой-то переструет. Ну, вот. Может быть, попадать, посмотрим. Вот, сейчас увидим. Сейчас все увидим. Так, ну вот, конечно, тут такое выжидание просто. Ты даже не знаю, кого показывать, просто знаешь, что делать сейчас. Минус от Кипакина, минус кек. Какая-то непонятная ситуация возникла. Тут, как видим, там Роман попытался выйти на Б. Но в итоге Броншкин в 3-7 не реализовал позицию. И, как видим, ух, Доча. Кипакин попал там уже в 1-м лика. Ну, вот я тебе об этом сказал, на ушко. Не, он попал уже в Респе. А, в Респе? Да, он здесь убил игрока. Потому что... Минус от Майса. Ну, там примерно такой был план просто. Ну, это 12-12. Посмотри, как вертись проберут. Пытались фейк играть сейчас в Москва 5. Ну, и как-то не очень удачно. Кипакин всех принял, там на бой разобрался. Молодщик, ну и все попали, остальные игроки. Ну, все равно я зашли, все равно я за ВП переживаю. Вот у них сейчас, все равно, у меня тот раунд, который они только что делали, он бы как-то... Не спас бы, не спас бы. Тут как-то непонятно было, и не складно, и не ладно вообще. Не спас бы, да. Тут... Все равно вот... Сейчас покажу. Вот здесь вот все равно жаркая ситуация. Здесь все равно все может получиться. Ну, тут сейчас все в руках М5, на самом деле. И в руках вот Virtus.pro тоже многое. Вообще, ход за Virtus.pro сейчас. То есть, тут сейчас может пойти реально этот кач по раундам. Не, ну, по крайней мере, раунд взяли. Серию проигранных подряд раундов сбили. Сейчас меньше денег будет даваться Virtus.pro за проигранные раунды. Если они сейчас их начнут отдавать, им будет очень тяжело по экономике. Вот если сейчас М5 снова возьмут раунд в атаке. Сейчас начнется интересное. Подходит уже время, в принципе. Катер, да, все-таки застрелял там быстрыми лозумами, да. Пробивает просто Кита. Второй минус от Катера. Неудачный заход от Эдика. Роман минус 2. Вот это размен. Вот это размен. Теперь 3 в 3 ситуации. В принципе, обладает кучей информации. Сейчас М5. Остается бомба. Кибакин бреет Романа. И последний хакер. Против братьев. Хакер против братьев. 1 в 2. Конечно, ситуация для него должна быть напряженно. Ну, сейчас мы посмотрим, что произойти здесь может. Ой, да, сейчас прострелом на отходе, как писал. Да, что у хакер никаких вопросов, о чем отыграл свою позицию просто на 5 баллов. Вот то, что там, где умирали остальные, мы просто не видели этих позиций, следили за хакером. Он играл так, как нужно было. Да, два минуса. Да, мог там попасть третьего, но не повезло в домах. Ну, вот он Рома пропустил как раз на сигарету и там, где дым лежал, Роман просто взял и реализовал. Ну, а что делали те игроки, которые, получается, хакер смотрел и 5, и 7, и ковры помогал. То есть он был вездесущий. А вот это вот уже сыгранность. Здесь уже нужно понимать просто прекрасно, как сработается. То есть тут, я думаю, по-другому 50 на 50 реально, как они смотрели. Как внимание брать, и так тут Кебакин, так, поймал Эдико, наоборот. Без вопросов просто уволил Эдико. Ну, Досин не дал. Досин не дал забрать. Кебакин, минус 2, ну, остается у нас Митю Хуч. Эх, кеб, минус 3. 8 хп осталось, все кебакин. 14-12. В пользу Москва 5. Да, 2 раунда до победы Москва 5. 10-1 выигрывают, они в атаке. Ну, и пока что дефенс не идет. Знаешь, вот, честно, вот, слишком... Наверное, ВП нужно чуть больше передвижений по карте. Слишком их растягивают по итогу. Нужно что-то рисковать вообще. Ну, я говорю, да, вот, им нужна агрессия. Там проблемная точка, вот, 7 и ковры, вот, проблема почему-то. Ну, в чем дело, видимо, они просто сейчас, видимо, не поняли просто, что делают, как они играют. Да, на Б вроде бы там все хорошо. Вот помнишь первую пистолетку, попытка проаркадить у них была? Как, как, им, опять, с ней справились просто? Сдержали, сдержали реально вот этот вот, этот агрессивный дефенс. Дважды. А, понятно. Так, так, видим, был контакт сейчас. Ну, он везде был, он был сейчас. И на коврах. Где-то, где-то еще. Опять так тихонько все разворачивается. Ну, 14-12 такой счет. Интересно достаточно получается, как видим тут. Нет, нет, нет. Я ничего не понимаю, ты здесь включил, а так я не понял, как там вообще смогли зайти. Бакин врыв по инфе его не контролирует. Да, там никто не контролировал. Закидали гранатами, зашли и все. Вот сейчас, может быть, была не лучшая позиция для ВП. Я все равно считаю, что в планте очень тяжело играть с этим девайсом. Но УВП, братья внимание, посмотри, когда был контакт на УВП, реально в этот же момент после контакта, то есть там вот в эту же секунду, когда контакт закончился, Бакин отошел под Б. Вот прямо очень-очень грамотно. Не, ну все, все, все было вроде бы неплохо, но, по-моему, все-таки надо было УВП ставить на другую позицию. Ну, мне так кажется. Может быть, просто не повезло, там, хакер не попал, пропустил первого, куча гранат, но, как бы, очень трудно играть на такой позиции, вот за центральным ящиком на Б. Тяжело. Да, ну что, взрывается бомба, одна секунда до взрыва. И три матч-поинта у Москова 5 на первую карту Инферно, карту команды Virtus.pro. Ну, а мы уже видели на этом турнире за два дня, что, в принципе, часто команда берет карту, но ее проигрывают. Ну, и, по-моему, настроены на реванш Москова 5 за вчерашние два поражения. Ну, в принципе, здесь плей-офф, понимаешь, здесь уже совсем другая игра идет. Ну, конечно. Как бы, это уже не групповой этап. Они просто потихонечку превращаются вот в тот коллектив, который там в группе. А, или проиграли, тем семи не хватило, а потом флэк может отжечь. Сейчас у них, на самом деле, отличный шанс есть вот проявить себя до конца, что ли. Как-то так. Но все равно приятно. Два русских коллектива реально вот попали в полуфинала. Такого чемпионата. Хорошего чемпионата. Да ладно, это просто Фокс. Это просто Фокс. Ну, там вот, все-таки Кибакин должен был первым нажимать на кнопку. Но, ну, вот, я часто говорю про это, что вот ждать иногда тяжелее на некоторых позициях, чем выходить. Здесь инициатива была за Фоксом. Но он, кстати, очень грамотно, в принципе, все сделал. Как бы, сделал здесь, посмотри, ситуацию уже... Эвил дал минус. 3 в 3, Эвил дал фраг. Но вот Эвил, это такая надежда в Эвилу. В таких моментах Эвил включается в игру, но здесь неудачная позиция в его исполнении. В итоге 2 в 3 ситуация. В преимуществе численным действует М5. Заход в флэк, минус от Фокса, хакер, куча граната, вернее. Победа Москова 5. 16-14. 16-12. 12, да. 16-12. Ты куда смотришь? Оговорился. 16-12, первая карта, 1-0 счет серии. Небольшой перерыв, и мы возвращаемся в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok